Здравствуйте, меня зовут Евгений, и мы продолжаем изучать Autodesk Fusion 360. Сейчас мы рассмотрим два инструмента, MoveCopy и инструмент Combine. Очень часто задают вопросы, как переместить созданное тело, и, например, как одно тело соединить с другим. Итак, я для начала создал два таких тела, куб и вот такой бублик, тор. Для начала давайте посмотрим инструмент MoveCopy. Вызвали этот инструмент в вкладке Modify, и у нас появилось такое диалоговое окошко. Здесь есть настройки, в которых мы можем выбирать, что мы хотим перемещать. Компонент, тело, поверхность, либо скетч, то есть эскиз. Давайте для начала выберем тело Бори. И вот здесь нам теперь предлагает осуществить выбор тела. Выберем наше тело вот это. А здесь он на самом деле сейчас предлагает... А, у нас есть различные типы перемещения, то есть это свободное перемещение, то есть когда мы можем перемещать, масштабировать, вращать. Потом есть просто Translate, это когда мы обращаем вверх, вправо, вниз. Также здесь Rotate, это когда мы можем вращать его в трех плоскостях. Мы с вами остановимся на Translate. Также здесь есть такая галочка внизу Create Copy. То есть нужно обязательно сначала поставить, а если мы хотим создать копию этого тела, мы поставили здесь галочку Create Copy и просто берем и перетаскиваем его. И видим, как бы мы перетаскиваем копию нашего того базового тела первого. Нажимаем ОК. Опять вызовем инструмент Move and Copy. Здесь Move Object оставим Body. Выберем наше первое тело, например. И если мы не будем ставить здесь галочку Create Copy, а сразу захотим переместить его, то увидим, что мы передвигаем с вами базовое первое тело на какую-то вот такую величину. Также здесь есть еще интересный способ перемещения нашего тела. То есть есть Point to Point. То есть мы выбираем наше первое тело. Из-за того, что это Tor, у него сейчас существует только одна точка базовая, центральная. Мы навозим на вот нашу поверхность. Мы, например, хотим сделать вот здесь такую ручку сбоку. Мы, в принципе, такие вот линии у нас появляются, мы видим. То есть есть точки привязки некоторые. Мы так в центр нажмем. И как бы наш бублик вот так проваливается внутрь нашего первого тела. Нажимаем ОК. Вот, в принципе, в браузере мы можем включать и отключать наши тела. А теперь давайте посмотрим на инструмент Combine. Вызовем его. И мы можем выбрать первое тело. Потом нам предлагают выбрать ToolBody. Второе здесь тело. Выбираем это тело. То есть у нас оба подсвечены. И мы можем применить сюда различные операции, такие как Join, Cut, Intersect. Но в данном случае нам нужно выполнить операцию Join. Нажимаем Join и нажимаем ОК. Видим в браузере у нас теперь это стало одним единым телом. И, например, если мы захотим применить в данном случае инструмент Move к нему переместить, то видим, что они будут перемещаться вместе. А сейчас немножко назад отойду. Вот к тому моменту, когда у нас было 3 тела. То есть, например, если бы я выбрал первый базовый куб. Кстати, мы в Move on Copy можем выбрать несколькими способами. Вкладки Modify Move on Copy. Также, если мы его уже применяли, можем кликнуть по телу пара-кнопкой. И у нас появляется такое меню часто используемых команд. Либо последних используемых. Можем выбрать здесь, Move on Copy. Либо выбрать тело на нашем браузере. Кликнуть правой кнопкой и у столовой сменюшки нажать Move Copy. Выберем способ перемещения на Free Move. И вот так сдвинем. И мы видим, что до тех пор, пока они не объединены в одно тело, они у нас перемещаются независимо друг от друга. То есть, нажмем ОК, выделим одно тело, нажмем Ctrl, нажмем второе. Вот так, выделим его тело и вызовем инструмент Combine. Нажмем ОК. Да, видно, что у нас теперь здесь два тела. Возьмем это тело и переместим его также с этой стороны. Используем инструмент Move. Point to Point. Выберем раз и выберем. Пусть будет вот эта точка, например. И нажмем ОК. А также выберем инструмент Combine. Выберем первое тело. Выберем второе тело. И выполним операцию Join. ОК. Видим, что в браузере у нас с вами теперь одно тело. Мы можем его перемещать. Ну и далее осуществлять с ним какие-то операции. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.